Добрый день! И мы на этой неделе находимся в недельной главе Хаей Сара, Жизни Сары. В прошлом году, в этой недельной главе, мы говорили на интереснейшую тему, как правильно понимать и какой смысл понятий «браха» в и «от слаха». Как работает и в чем на самом деле является браха, благословение Всевышнего, и как достигается и от кого зависит от слаха успех. Это в полноте Тора раскрывает нам в нашей недельной главе. Рекомендую посмотреть мое видео об этом на моем канале «Тора в поисках смысла». Будет очень практически полезно и познавательно. Ссылку на мой канал вы найдете под этим видео на канале «Вайкра». В этом году, в этом цикле изучения недельных глав, я затрону близкую тему, которая также проиллюстрирована нам Торой в действиях Элиезера. Это бетахон, упование на Всевышнего. Я увидел этот урок среди уроков Рава Натана Вайса на портале Берот Ицхак. И сообщает нам Тора, что Аврам поручил своему слуге Элиезеру поиск невесты, поставив перед ним сложнейшую задачу, ведь он должен был искать не просто достойную девушку, но такую, которая сумеет продолжить дело Сары и создаст настоящую еврейскую семью. Итак, мы помним верный слово Аврама, увидел миловидную девушку, попросил ее напоить верблюдов из его каравана. О первой встрече Элиезера с Ривкой мы читаем в Торе. И тот человек молча дивился, наблюдая за ней, желая понять, сделал ли успешным Всевышний его путь или нет. Когда же верблюды напились, и взял тот человек золотое кольцо для носа весом в пол шекеля, два ручных браслета из золота весом в 10 шекеля и спросил, скажи, чья ты дочь? Таким образом, мы видим, что Элиезер при первой встрече сразу же дал Ривке украшения, предназначенные для невесты Ицхака, еще до того, как узнал, кто она. Но ведь Аврам взял из Элиезера обещание, что тот приведет невесту не из кнанейцев. Так почему же Элиезер сначала не спросил девушку, откуда она, чья она дочь? Ведь теоретически могло получиться, что он вручил подарки не той, и кому они предназначались. Более того, позднее, когда Элиезер сидит в доме родителей Ривки и пересказывает эту историю отцу, ее отцу Бетуэлю и Лавану, он меняет последовательность событий и говорит, что вначале спросил у ее родителей, а уже потом отдал украшения. Объясняет Раврилия Гудеслер. Это один из крупнейших учителей прошлого поколения, первого половины XX века. Элиезер намеренно подчеркнул, что сначала спросил девушку о ее происхождении. Его расчет был верен и основывался на разнице мировоззрений. Сам он полностью доверял Всевышнему и, увидев Ривку, с первых же минут понял, что она предназначена Ицхаку творцом. И поэтому он не сомневался, не сомневаясь, отдал ей подарки. Но говорить о своем интуитивном видении Лавану и Бетуэлю было бесполезно. Они не верили в Единого Творца и не верили в проведение Всевышнего. Поэтому самим правильным было сказать им, что он встретился с Ривкой случайно и проверил ее. Но тут возникает неизбежный вопрос. Мы помним, что Элиезер, переживая, удастся ли ему выполнить поручение Авраама, обратился к Творцу с просьбой передать ему знак. Если она та самая, то она скажет, пей и верблюдов твоих напою. Вот он и стоял, выжидая у водного источника и протестировал Ривку, как только она приблизилась с кувшином к воде. Элиезер так глубоко верил Творца и в проведение. Зачем ему понадобилось тестировать Ривку? Ведь человек истинно верующий в то, что судьба человека в руках Всевышнего, как будто бы не должен нуждаться в доказательствах его Всевышнему управлению ситуацией. Чтобы разрешить это противоречие, нам следует понять, что на самом деле означают слова «положиться на Всевышнего». «Неправильно думать», пишет Рамбан, великий комментатор Танаха, Талмуда, конец XII, начало XIII века, что «положиться на Всевышнего» означает гарантию того, что всё в жизни сложится наилучшим образом. Никто не может знать, какие жизненные обстоятельства Всевышний готовит для каждого человека. Хотя бы потому, что никогда нельзя предполагать, что Творец всё так устроит, как человек того хочет. Но тогда что же означает «положиться на Всевышнего»? «Уповать на Всевышнего»? И объясняет дальше Рамбан, это означает стараться выполнять его заповеди и во всём следовать его путям, и тогда человек, чтобы справиться с поставленной перед ним задачей или решить её правильно, может всегда рассчитывать на помощь Всевышнего. На практике это означает, что в случае, если мы стараемся выполнить заповеди Всевышнего и стремимся к тому, чтобы делать это наилучшим образом, нам не надо беспокоиться о том, что мы неправильно выбрали учебное заведение, в которое решили получить образование, ошиблись в выборе места службы, женились не на той женщине, окружены не теми людьми и так далее и тому подобное. Вера в Творца, в Его милосердие и справедливость даёт нам понимание, что Всевышний поставил нас в нужные условия, необходимые для реализации задачи, которые Он определил для нас, направляя наши души в этот мир. Он хочет, чтобы так было, и более того, это самое лучшее для нас в этой жизненной ситуации. И один вопрос, который остаётся, это вопрос, не навредили ли мы сами себе, не являемся ли мы формирователями преград для божественного участия в нашей жизни, не перекрывает ли канал энергии, по которым спускается божественное влияние. Наш эгоизм, наше «я хочу», «я знаю, как правильно», «я знаю, как лучше», «мне нужно вот так». Именно этого и боялся Элиэзер в поисках жены для Ицхака. Ведь в этом намерении, в этой задаче был его личный корыстный интерес. Получая от Авраама последнее напутствие, Элиэзер попытался выразить сомнение, а может быть, не захочет женщина идти за мной в эту страну. И на это пишет Великий Раш, и у Элиэзера тоже была дочь, и он мечтал, что со временем она станет женой Ицхака, в случае, если его миссия провалится. Если человек выбрал в жизни путь, указанный Творцом, он, как мы уже сказали, вправе положиться на Всевышнего. Но если человек озаботит его какие-то личные отчаяния, и он хочет, чтобы события развивались по его собственному внутреннему плану, то гарантий, что все так и выйдет, у него нет. Даже если он занят выполнением заповедей, такой человек может сбиться с пути, уготованного ему Творцом, потому что на подсознательном уровне он стремится к чему-то другому. Подспудные желания часто придут нашему восприятию иную окраску. Мы попадаем в другую реальность и, соответственно, могут сбивать с пути. Евреи отличаются от представителей других народов. Мы достигаем успеха от слоха, если полагаемся на Всевышнего. Но это возможно при одном условии, если эго человека не отдаляет его от Творца. Тот, кто действительно, по-настоящему полагается на Всевышнего, у него есть один выбор — исполнять волю Всевышнего. И другого пути, он знает точно, что другого пути получить благословение, то есть браху, и сделать успешным свой путь, у него нет. Я желаю всем брахава и от слоха, благословения и успеха. И остаемся и дальше в поисках смысла.